доброй ночи друзья сейчас уже почти час ночи но я только проснулся признаюсь честно немножко пожеванный уже третий день сейчас опять утром 4 часа утра уже что тут остается через три часа надо опять вставать надо опять уезжать позавчера рано встали и уехали в украину очень много работы и поздно езжаем дорога вчера 5 часов утра опять в румынии целый день и вечером приехал поужинал вырубился этот сейчас проснулся и сейчас через пять утра опять уезжаем румынию значит тут меня спрашивает что как и друзья вся моя работа связана с моей моей миссии международной межправительственной организации связано с он поэтому сейчас мы выполняем те возложенные обязательства которые на меня возложили и я должен все довести до ума запустить все эти проекты это занимает огромное количество времени дороги спим как приходится хочу перед тем как вам прокомментировать сегодня ситуацию до дона хочу ответить на вопрос тех граждан которые мне пишут сожалению я не все могу не все могу читать просто это невозможно практически время на отдых нет и поэтому а и отдыхать некогда отдыхать будем когда нас боженька заберет наверх а на земле мы должны пахать пахать как лошади и день и ночь так что все нормально хочу вас поинформировать у нас румынии на территории евросоюза сегодня проведена огромная работа в части сотрудничества торговых отношений реализации проектов социального характера я не хочу забегать вперед немножко не будет моей стороны корректно если я предоставлю ту информацию которая еще пока ну вряд ли украине никожего пока не перескочь поэтому могу сказать только одно что для молдаван мы решаем во первых вчера наряду с теми вопросами которые мы встречаемся с руководством с банками общаемся с властями речь идет о строительстве с интернет все это очень обширная информация поэтому я остановлюсь на самом важном в данном случае один из тех вопросов которые мы решаем для граждан молдаван к нам поступает очень много вопросов касающиеся юридической защиты наших граждан молдаван который уезжает на запад поисках лучшей жизни к сожалению я вчера поздно приехал узнал что у нас две семьи мама которая осталась тремя маленькими детьми и вторая мать осталась четырьмя детьми маленькими забрали детей и уехали в поисках лучшей доли германии это очень печальная ситуация и конечно надо признать честно ситуация в молдове для людей социально уязвимой ситуации очень и очень сложно и матери вынуждены хватать детей и спасаться европе узнал о том что еще одна семья которую я знаю полном составе тоже покинули молдову и уехали это буквально вчера вечером я приехал и мне сообщили это те кого мы знаем кого мы опекали к сожалению мы не смогли обеспечить их помощью полном объеме и и эти люди уехали это печальность конечно информацию которую я получил вечером и поэтому мы создали при поддержке он при поддержке международной организации которую я представляю в румынии в семи государствах этого региона мы создали структуру которая будет заниматься юридической защитой наших граждан на территория и только румынии на территорию всего европейского союза эта структура будет заниматься трудоустройством наших вода это структура то что касается наших граждан будет заниматься и оформлением гражданства в евросоюзе почему мы сегодня взяли это под собственный контроль очень много случаев где наши граждане молдовы попадают в рабство честно говоря их обманывают как народе говорят кидают наше молдование в европе надо сказать честно не защищены как бы там не говорили о посольствах молдова к сожалению эффекта очень и очень недостаточно изучив всю ситуацию в нашей республике мы приняли решение создать центр который будет заниматься сугубо решением всех абсолютно вопросов касающиеся защиты как экономической как юридической так и социальной наших граждан которые попадают в европу это касается и регистрации компаний кто желает на территории европы я уже сказал юридическую защиту и тех фирм которые будут регистрированы и эту работу мы уже делаем в течение трех месяцев уже три месяца хочу сегодня гордостью заявить что мы завершили завершили вчера и сегодня я еду просто нужно там нам предоставили там офис где будут наши молдаване приходить и получать всевозможную консультацию всевозможную помощь которая будет для них необходимо и и я очень доволен тем что наша команда сделала такой большой объем работы и самое главное хочу сказать вам что и это очень неприятно я получил огромную поддержку румынских властей сложилось очень добрые отношения с многими политиками властями местом мы стали друзьями и я везде и всюду встречал к себе очень очень уважительные отношения вчера вечером мы ехали обратно из румынии я сказал своему коллеге что все эти годы пребывания в составе советского союза нас граждан накачивали антирумынской пропагандой румын представляли всегда такой негативной негативной окраски нас русский мир настраивал постоянно настраивал против соседнего румынского государства представляли нам румын в различной негативной форме сегодня я могу вам заявить за тот длинный период это не три месяца я был назначен двадцатом году представителем при ООН и я очень много на этот период имел встреч различных встреч на различных уровнях в Румынии к примеру я скажу о Румынии хочу вам сказать что чем больше я езжу румынское государство тем больше мне нравится эта страна и этот народ все что нам предоставляли до сих пор в части пропаганды все это полнейший бред румыны молодцы они очень активно сейчас развивается очень интенсивно развивается у нас сегодня по проектам международных организаций есть приоритетный вопрос это экономическое социальное развитие в восточной части Румынии это строительство городов строительство социальной инфраструктуры строительство предприятий и завтра сегодня уже уже сегодня сегодня у меня встреча очередная состоится с руководством уездов и это огромная работа и я вам хочу сказать к сожалению к сожалению о Молдове есть очень много проблем в руководстве страны нашей Молдовы и поэтому мы сегодня работаем там где руководство в данном случае страны Румынии они активно заинтересованы в сотрудничестве на международном плане они заинтересованы в развитии собственной страны они заинтересованы в привлечении инвестиций в свою страну и они очень вчера мне благодарили за то что мы сегодня активно занимаемся развитием восточной части Румынии Румынии восточная часть Румынии это имеется ввиду со стороны Румынии это все приграничные регионы которые граничат с Украиной и Молдовой тут как говорят народе начать и кончить работы работы очень много я очень рад сколько буду жить мы я хочу все это увидеть и это получаешь огромное удовольствие когда есть результаты труда поэтому я все больше и больше люблю Румынию мне конечно стыдно перед румынами что только сейчас я увидел реально увидел этот народ а все это время которое я прожил со всех сторон нас атаковали пропагандой только негативной информации о Румынии только негатив я не хочу цитировать все этот бред который всем известен но хочу сказать что Румынии прекрасный народ поэтому это очень обширная информация и дай бог что все у нас сложилось хорошо сегодня в Украине мы мы сосредоточены на гуманитарных вопросах сегодня нужно сосредоточить всевозможную помощь в социальном плане много очень детей сирот увеличивается в Украине и мы сейчас занимаемся вопросами максимально материальной материальной поддержки этих детских домов кстати говоря у меня был разговор с председателем уезда Румынии и он попросил меня взять под опеку детский дом на следующей неделе вместе с руководством уезда я запланировал поездку в детский дом где мы познакомимся с администрацией детского дома с теми детишками которых мы решили взять под обеку международной организации и помогать этим детям вырасти получить образование и стать равноценными гражданами Румынии вот чем мы занимаемся это очень много информации и поэтому я кратко вам скажу что важно сегодня для молодого то что мы объявим на следующей неделе на пресс-конференции мы создали структуру под эгидой ООН и международной организации который будет заниматься решением всех вопросов связанных с гражданами Молдовы которые оказываются на территории Евросоюза я уже повторяюсь от юридической защиты до трудоустройства не просто так подпольно а молодование которое желает устроиться в Европе будут по желанию иметь возможность получить нашу самую главную юридическую поддержку защиту юридическую естественно и кто хочет оформлять гражданство я вчера встречался с юридическим отделом с начальником юридического дела уже на следующей неделе мы запускаем это будет информировано на пресс-конференции Молдова почему мы это сделали потому что очень много молдаван пострадали в результате оформления гражданства трудоустройства мошенников очень много к сожалению и это была моя инициатива меня поддержали руководство международных структур и мне поручили это все возглавить хочу сказать что окончательно вчера я утвержден президентом этой гуманитарной ассоциации где мы будем оказывать вот такие вот услуги для наших граждан Молдовы теперь это все мы подробно будем говорить на пресс-конференции на следующей неделе мы с коллегой уже сегодня мы завершаем окончательно сегодня я встречусь с моим хорошим товарищем мы стали друзьями председателем уезда вас свой дом Думитр Бузатов меня спрашивают как вы с ними общаетесь знаете как ни странно был такой случай курьезный значит я мой зам переводчик и когда мы с ним в последний раз встречались он так махнул рукой улыбнулся и говорит переводчику не надо переводить дело в том что я понимаю румынский но плохо говорю но думаю что как мой зам сказал чем больше вы будете прибывать в румынии тем лучше будете говорить а он очень хорошо понимает русский язык поэтому со стороны выглядело очень смешно мы с ним общаемся в его кабинете и у нас нет переводчика но он говорит на румынском языке а я говорю на русском языке и оба улыбаемся потому что вот такие международные переговоры ведутся при которых не надо переводчиков есть человеческий язык есть язык глаз и понимание я очень рад что у меня такие отношения в Румынии потому что очень когда есть понимание и есть желание очень много вопросов можно решить теперь это так я все сумбурно очень потому что очень очень много дел и я рад тому что мы решили вопросы главные и этот проект который мы три месяца три месяца занимались при активной поддержке властей мы его реализовали так что на следующей неделе у нас будет пресс-конференция мы объявим гражданам молдовы что мы готовы осуществить для наших граждан в европейском союзе теперь что касается ситуации по додону друзья давайте я вам скажу такую вещь я понимаю что такое эмоции я понимаю прекрасно что люди хотят крови хотя люди обозленные в стране нашей я тоже не святой и тоже меня такие же клетки как и у вас всех и тоже эмоции но меня всегда говорили я всегда был очень хорошим учеником я всегда учусь и до сих пор учусь и слушаю всех вы знаете есть хорошая поговорка русская утро вечера мудренее не не спешите делать выводы не нужно на эмоциях принимать никаких решений это только вредит и вы все прекрасно на примере своей жизни знаете что в семье и в таком закрытом семейном пространстве эмоции они не созидают они разрушают ум разрушает семью разрушает отношения поэтому что касается ситуации вокруг додона давайте я выскажу свою точку зрения давайте все успокоимся давайте предоставим решать эти все вопросы стороне обвинения стороне защиты и решать вопрос суду ну нет идеального ничего в жизни и нигде нет идеально да я вам говорю со знанием дела ни в одной стране нет идеала рая в стране в мире нигде нет коррупция везде есть я вам сразу хочу сказать просто если коррупция управляемая властями то есть пример примитивный если воз же есть вот мы лошадей же придерживаем да когда ездим на телеге на коррупции управляем то же самое и коррупция она должна быть управляем поэтому не ждите что в республике молдова я сейчас всажу неприятные наверное вещи но они реальны к сожалению я не хороший человек сразу говорю можно говорю как есть как вижу нам еще очень-очень далеко до профессионализм очень у нас огромная в молдове проблема связанная с профессиональной подготовкой всех ветвь власти абсолютно всех от примаров сел заканчивая президентом страны огромная проблема вторая проблема у нас это кадровые огромная проблема в кадрах профессионально профессионально профессионалов в различных областях к сожалению но это горькая правда эта ситуация не позволяет получить нам прогрессивное общество не был не получается все нужно начинать с образования подготовки такая ситуация негативная у нас и прокуратуре прокуратура на протяжении многих лет выполняла политические заказы самые умные самые люди толковые они покинули эту структуру это первая категория другая категория они смирились с этой системой криминально коррумпированная который сегодня процветает прокуратуре там не идет речь о профессионализме что такое расследование расследование это это очень сложный процесс тебе нужно собрать доказательную базу абсолютно с различных источников это как пазлы для того чтобы тебя была перед глазами картина всего происшедшего нужно собрать эту картину так что было ясно и прозрачно если какая-то ячейка не запущена не заполнена то все может развалиться вся эта пирамида поэтому сбор доказательств вины это очень сложный процесс очень сложно второй момент что касается юристов защиты адвокат у них задача кого бы они не защищали убийцу насильника у них задача защищать этого человека который совершил преступление не важно какой состав преступления он совершил но его защищать надо потому что у него есть права у суда вообще очень сложная ситуация суд должен перед тем как вынести решение а зависит от искусства обвинителя и искусства защитника когда судья готовится принимать решение он в первую очередь защищает свой свой имидж личный имидж как судьи в каком плане он должен стать на ту сторону которая максимально изощренно не фиктивно а профессионально предоставляет доказательства либо вины либо доказательства невины это очень сложный процесс и наше общество зачастую берет на себя обязательства прокуроров судей берет на себя обязательства адвоката и я вот посмотрел на реакцию вот общество наше молодого я вас очень хорошо понимаю я знаю кто такой додон я один из тех свидетелей которые могу сказать доказательства о том что додон соучастник кражи миллиард я могу заявить публично я это делаю уже на протяжении начиная с семнадцатого года что господин додон лично дал указание мне не трогать никого при расследовании просто сфальсифицировать расследование кражи миллиарда которые мы проводили в комиссии публичного контроля при президенте и он дал указание свернуть расследование и не заниматься и когда я слышу его вот эти декларации это все политическая лживая декларация она направлена на дезинформацию он это его то что сейчас додон говорит это бред он лжет даже не надо это обсуждать но это ложь направлена на его защиту он лжет для того чтобы себя защитить то что там на санду повлияло что прокуратура управляет посольством сша это все бред для того чтобы себя защитить но самое интересное то что у нас этот бред проглатывает наше общество молдавское к сожалению что касается образования то там вообще не приходится говорить о никаком образовании потому что этот бред додона он рассчитан именно на эту категорию людей которые проглатывают вот нато враждебное нато вот сша это враждебное государство вот это вот запад управляет нашей страной но это все проглатывается нашими не образованными бедными несчастными людьми это электорат называется это называется избиратели поэтому додона есть категория своих избирателей он очень хорошо умеет лгать это его профессиональная черта потом не забывайте что додон является не просто агентом кремля он финансировался и финансируется и россия в него вкладывает вкладывает и вкладывала огромные средства и додона нужно отрабатывать это это знаете это попал струю и уже заднего хода нет оттуда могут вынести только вперед ногами это не игра это очень серьезные вещи коль ты согласился сотрудничать с россией а это особая страна то тебе уже оттуда выскочить невозможно и поэтому додон это прекрасно понимает и сегодня задача у следствия предоставить максимально не придуманную историю а нужно подкрепить все это фактами неопровержимыми фактами которые послужат доказательством в суде поэтому друзья я благодарен вам за то что выпадут так интенсивно мне пишите этот за вашу признательность за ваше уважение искренне благодарю но давайте не будем пороть горячку есть процедура и вам скажу некоторые моменты они не секретные но чтобы знали суде первой инстанции они порой они порой это не просто это законодательный такой момент значит значит принимают решение и дают такую слабинку для того чтобы сторона обвинения обжаловала вышестоящей инстанции а там три судьи ну судьи так и говорят вот я общаюсь с судьями я тут один я знаю что его надо например по до дома надо его арестовать на 30 суток доказательная база есть это к примеру но я не так защищен как защищен высший высший судебный орган имеется ввиду апелляционный суд там три судьи поэтому прокурор обжалуют а там примут более жесткое решение или наоборот поэтому друзья судья это тоже человек и давление и репутация и иногда зачастую еще не профессиональная подготовка прокуроров которые не могут предоставить гарантированную стопроцентную форму доказательств доказательную базу поэтому не берите на себя обязательства быть судьями быть прокурорами быть адвокатами давайте мы наберемся терпения спокойно будем наблюдать за работой и не будем мешать просто знаете есть такая я часто применяю эту фразу давайте мне не мешать дайте мне завершить работу я помню когда я выполнял спец задания по проверке тех или иных вопросов экономического криминально коррумпированного такого задания подробности не буду говорить но никогда мне не звонил премьер-министр или там кто-то никогда пока я не закончу у меня была кличка бульдог я закончу я соберу всю доказательную базу и я принесу поставлю на стол и вы делаете что хотите только один раз мне во время такой проверки позвонил премьер-министр ну что там у тебя сколько ты там еще будешь сидеть я говорю а что случилось да вот тут уже президент звонит потому что все жалуются знаете как по-молдавски как только приходишь куда-то на проверку тут же начинают бегать где кумы я где на наши повлиять на проверяющих это мы все знаем механизм это долго рассказывать но важно то что никогда мне никто не мешал и не трогали меня пока я не закончу и не принесу огромный пакет доказательств преступления неважно какого преступления а если все вмешиваются начинают все проявлять такой знаете надуманный профессионализм это все мешает поэтому не надо сейчас просто подвергаться эмоциональному состоянию просто наберитесь терпения и понаблюдайте не спешите не спешите подводить итоги потому что там ноги вот вот разочарованы вот уже и на президента санду и ребят скажу еще раз украинский поговорок не скажите губ пока не перескочит не спешите потому что общество у нас берет на себя функции и прокурор обвинители и судьи и все на эмоциях но когда коснется каждого человека каждого ну не дай бог тогда столько возмущений поэтому демократия это очень хорошо но демократия должна руководствоваться главным главным аспектом это закон закон для всех все вот если у вас есть этот стержень тогда будет все хорошо и вы не будете выглядеть глупо не образованно не спешить мой личный пример 9 лет тому назад меня обвинили что я продаю людей детей это охренеть и когда помню меня арестовали привели к следователю то есть сначала меня арестовали а потом берут показания должно быть все наоборот сначала пригласите задайте вопросы я вам все отвечу на все абсолютно вопросы а потом на основании моих показаний название тех доказательств свидетелей вы возбуждаете дело и уже суд решает какую меру пресечения мне применить а у нас в молдове сначала арестуют приходит суд дело разваливается почему потому что доказательную базу не собрали вот так и было у меня меня арестовали дали команду мне прокурор потом говорит у меня давили меня давили гелича закройте прошу много болтает этот миллиард рассказывает но закрыли приводит меня к следователю я слушаю улыбаюсь слушаю вас внимательно вот господин гелич знаете у меня есть вопросы коса чего касающие значит я сразу вам заявляю никаких пояснений давать не буду коль вы меня арестовали значит все дела передавайте в суд что у вас есть но без моих пояснений никаких мы поговорим на суде у меня такая тактика на суде культ и а меня обвинять в чем-либо значит в суде будешь доказывать я буду просто вот так вот сидеть и слушать тебя это ты будешь доказывать я не буду оправдываться ничем а вот ты обвините будешь доказывать а я тебе буду вот задавать вопрос ну вопросы прокурору не сдаются но суть том что в результате 9 лет я сам уже спрашиваю прокуроры берут самоотводы никто не хочет заниматься этим делом надо было нарисовать а вот теперь как с этого выходить это серьезная проблема его 9 лет не могут найти пострадавших так кого я продал покажите мне представьте суде меняются прокуроры отказываются дело 9 лет первой инстанции 9 лет и еще не приступили даже к премии можете себе представить такой церкви и это все так завораживает так интересно как же вы выйдете с этой ситуации поэтому друзья дело додона дело додона не нужно форсировать во первых вокруг додона чтобы вы знали создана очень мощная криминально коррумпированная структура политиков так так называемая партия социалистов дело в том что вопрос предательства это очень серьезная измена родине очень серьезная статья и ее нужно доказать а если прокуратуре в средственных органах работают профессиональные люди и смогут конкурировать с защитой обвиняемого на предмет профессионализма то обвинение будет представлена надлежащей профессиональной форме а если там недостаток образования слабая подготовка и не умение предоставить обвинение то тогда это дело будет прогрешное и будут смеяться и додон и его сторонники только по причине того что само обвинение сама прокуратура профессионально не подготовлена и не умеет доказать я скажу я общаюсь с разной категорией людей и чтобы знали есть очень порядочно профессионалы прокуратуре в суде и юристы это знаете с такой есть такая игра перетягивания каната вот побеждает та сторона где более профессиональные специалисты поэтому вот то что я сейчас наблюдаю вот с додоном я то знаю что додон должен сидеть тюрьме это я знаю у меня есть очень серьезный аргумент и доказательство но я не прокурор это должны заниматься прокуратура меня поражает то скажу вам что с семнадцатого года я публично заявляю что додон причастен к краже миллиардов зеногречана причастна к краже миллиардов дурлиштяну причастна к краже миллиардов и я назвал на докладе должностных лиц которые в соответствии со статьей уголовного кодекса несут от уголовной ответственность за происшедшие в банке прокуратура об этом знает и это не означает что один делить все понимает и все знает помимо делится в стране есть умные люди но я считаю причина в том что либо в прокуратуре связаны руки и прокуратура сама замешано в краже миллиардов что я не исключаю я в этом уверен а либо есть политическая задача это дело замять и третье это недостаток профессионально подготовленных прокурору вот три фактора которые я считаю присутствует на пространстве нашей страны то что профессиональных людей прокуратуре все меньше и меньше это правда это все создано криминальной властью до сегодняшнего дня который искусственно создавала такую ситуацию при которой умных прокуроров не нужно нужно прокуроры исполнителей которые будут исполнять любую задачу криминальных политиков это существовало до сегодняшнего дня могу и это правда поэтому извинишь эту договору я уже выспался все равно уже через три часа вставать поэтому друзья не спешить давайте мы спокойно дадим сегодня возможность без эмоций принимать решение принимать решения органам обвинения суду но при этом не нарушая права дадона который защищает юрист то что он выступает декларации что там ничего нет там ничего нет и и в толпе все кричат свободу 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 это это абсолютно такой массовый психоз это политика никто даже я не знаю подробности в обвинении не знаю я знаю одну вещь это я знаю точно что дадон очень тесно сотрудничал с плохотником очень тесно очень тесно это мягко сказано это были дружбаны что платон очень тесно сотрудничал с дадона что стоянного генеральный прокурор был назначен москвой сразу говорю вам это по настоянию москвы потому что все кадровые кадровые вопросы назначения в республике молдова проходила под под по согласованию с москвой поэтому то что есть на предоставили публично там короткие эту запись видео запись скрытую виду запись беседы дадона с плохотником и ораловым это это краткий фрагмент а там есть запись очень длинная но нам это не предоставили она есть прокуратуре поэтому мы этого всего не знаю потому что есть конфиденциальная информация которая предоставляется только в суде это строго конфиденциальная ни в коем случае не способствует распространению вот сколько есть факторов которые нужно осознавать и не нужно спешить и и давайте предоставим возможность спокойно пусть сегодня и я не думаю что там есть элемент сокрытие чего-либо это слишком резонансное громкое дело слишком а там где громко там где все внимание привлечено международного сообщества я вам говорю это как как представитель международной структуры все внимание сосредоточен на этом деле а это деле на деле дадона потому что речь идет что впервые за 30 с лет значит арестован но дело против экс-президента только с этих побуждений сегодня такое внимание и выскользнуть никому с этого дела не удастся и опять же повторяюсь все зависит от профессионализма сторон обвинения и стороне защиты но естественно профессионализма самих судей поэтому все наблюдают и мы наблюдаем и я представитель при он конечно порос в специфике своей деятельности готовлю информацию справку внимательно наблюдаем поэтому пока впереди паровоза бежать не нужно не спешите извините что долго говорю ну просто нужно всем успокоиться и наблюдать просто наблюдать пока и делать никаких выдавод что я вам хотел сказать по этому поводу извините что так долго разъясняю но но это реально я никого никогда не учил высказывать только свое мнение а вы принимаете решение но чтобы это решение было объективное надо эмоции придержать и как говорят украине шамаем то мая какая профессиональная подготовка судей прокуроров и адвокатов мы увидим но мы еще и знаем какие люди там работают и не только там но и в различной сфере нашего общества и в заключении я вчера ехал ну дороге едешь дорога длинная и такую мысль вспомнил ее обсуждал с коллегами которые мы ездили меня поражает вот до сих пор поражает одна вещь вы обратите внимание на прокурора нужно учиться на юрист на врача нужно учиться на судью надо учиться это особая категория людей это элита общества интеллектуальном смысле на водителя надо учиться водителя не важно велосипеда водителя автомобили трактора комбайна везде нужно учиться учиться чтобы быть профессионалом а вот министром неважно какой отрасли где должен быть менеджер администратор управленец не просто профессиональной подготовкой не просто с наличием образование в этом в этой сфере но иметь врожденные качества управленца важное свойство это ты если ты управленцы должен быть еще и психолог там не надо учиться я просто охреневаю примар села это ты руководитель ты им президент и предписать и парламент и писать и правительство этого маленького села но какие дегенераты у нас молдове занимают эти должности когда я спрашиваю население спрашиваю избирателей вот жалуются там я и спрашиваю скажите а почему вы его избрали затем какой ответ один у себя а некого больше избирать то есть нет уже никого чтобы в вопросе качества подобрать вот это самая большая проблема страны наши это самая большая проблема любой может стать депутат любой может стать министр какую школу он пошел какой он опыт имеет что такое министр экономики это же самый важный аспект страны кого ставите какой опыт работы какой какой умственное развитие этого человека ты можешь закончить я не знаю какой высший там учебное заведение международном масштабе если ты тупой по жизни ты останешься тупой ты можешь три института закончить но как был глупым так и останешься глупым неспособным управлять управлять людьми это самая сложная работа в жизни человека управлять людьми не пасти овец не работать за за токарным станком управлять троллейбусом нет знаете один водитель мне троллейбуса что сказал вспомнил говорит самое сложное не управлять троллейбусом нет это можно научиться самый сложный управлять пассажирами понимаете это вам скажет летчик который перевозит пассажиров управлять людьми самое сложное и когда у нас на должности назначают людей я общаюсь с политиками знать и все говорят когда я вот так задаю вопросы все отвечают только как как договорились нету людей нету а я скажу другое люди есть если бы в нашей политике нашей стране подбирали людей не по национальному признаку не по языковому признаку а по наличию умственного развития и способности организовать вот тогда был бы стране порядок к сожалению сожалению на сегодняшний день в республике молдова подбираются кадры по другим приоритетным вопросам это если ты свой если ты наш если ты куметру на наш если ты член нашей партии значит и профессионал надо комментировать что-то а нечего комментировать 80 проблема поэтому друзья уже два часа надо хотя поспать пару часов хотя сон прошел уже я всем желаю здоровья это главное спокойно обсуждать любую тему без эмоций без эмоций давайте спокойно будем наблюдать и не надо сейчас кидать камни в адрес судей в адрес президента в адрес там прокурор не спешите помните фраза не спеши поэтому что вы думаете я не являюсь я конечно не включена кто-то куда-то но мы должны быть с холодной головой спокойно посмотрим по факту насколько это все будет профессионально проведено я уже нас личном опыте девять лет девять лет я уже суде сказал вы что ждете чтобы я умер я умру я не дождусь решение вашего так кого же я продал все молчат поэтому знаете нарисовать очень легко написать написать что ты дебил а надо его доказать этот фактор поэтому друзья мы живем в республике молдова кстати да еще одна короткая очень много есть у меня информация для вас но не буду сегодня мучить вас а евросоюз мы сегодня наши власти по качку и много власть мы стремимся вот нас а нас забыли мы стремимся мы хотим евросоюз составе евросоюза давайте друзья вот что я хочу сказать вам мы очень очень далеки от того чтобы стать членами европейского союза очень далеки самое главное вопрос республики молдова я скажу вам то что публично не говоря в республике молдова очень высокий уровень коррупции очень высокий уровень это главная проблема по которой вопрос вхождению состав европейского союза будет очень длительным это правда уровень профессиональной подготовки это второе третье экономическая составляющая страны она не позволяет сегодня войти в экономические сообщества экономические сообщества евросоюза мы должны научиться зарабатывать деньги собственной стране никакой евросоюз не хочет принимать страну которую нужно содержать нас содержать никто не будет мы должны зарабатывать деньги и в общую копилку европейского союза вносить свой вклад а мы пока только просим деньги протянутой рукой в таком контексте нас даже и близко да деликатно вежливо вежливо они улыбаются но я вам рассказываю внутреннее их состояние молдова хочет но молдова не готова не готова не готовы люди не готовы правительства не готовы политики пока только хопательный присутствует как там говорят хвататель хопательный ну хопает пока политики только научились знаете есть инстинкт у ребенка да как только рождается у него сразу сосательный инстинкт он сразу титьку ищет и засадь у него это заложено вот здесь у наших политиков азии заложено воровать приходит в политику зарабатывать деньги сосредотачивает вокруг себя команду этих сторонников и все что самое главное у каждого лидера партии это украсть и поделить всем поэтому пока это все не искоренится нам европейского союза не видать и не надо пока тыкать пальцем что вот вы нас не любите вот мы хотим к вам и говорю это премьер-министру госпожа премьер-министр вы не хуже меня знаете ситуацию не хуже меня знаете поэтому давайте не будем врать народу а давайте сначала в нашей стране займемся коррупции займемся образованием на первом месте должно быть образование как в индии я был когда в индии я разговаривал депутатами парламенте был шокирован какое они первостепенное значение придают образованию финляндия образование на первом месте стать учителем это надо такой конкурс пройти судьей легче устроиться чем преподавателем учителем а у нас у нас где где у нас качество образования не у нас качество образоваться образуемых или образовательных где образованных людей качество образован их людей вот давайте сначала займемся нашими внутренними вопросами У нас, конечно, есть еще и территориальные проблемы, а очень серьезные. Это Приднестровье. Вот сначала надо заняться нашим политикам вопросами внутреннего характера. Я уже перечислил, какие. И вопросами прав человека. Господа политики, в республике Молдовы огромная проблема прав человека. Огромная проблема. Даже если у нас живет Гагауз, если живет у нас в Украине, живет грузин, и вы его в чем-то ущемляете, и в национальном, в языковом вопросе, вы уже не можете быть членами Европейского Союза. Там очень жесткие требования к этому вопросу. Поэтому постройте, граждане Молдовы, это я и себе говорю, сначала цивилизованные общества, республики Молдовы, сами помогают и помогают нам. Но надо деньги не воровать, а нужно направлять в нужные отрасли. Пока мы не научимся сами в нашем доме, в нашем доме, который называется республика Молдов, управлять, работать, совместно укреплять экономику, нам не видать Европейского Союза. Извините, может быть, не хорошие вещи, не обнадеживающие вещи, говорю, но я говорю правду, как она есть, друзья. По-другому не могу. И будем лгать, значит, ни к чему не придем. Надо работать. Работать и работать, работать. Друзья, мне было приятно с вами пообщаться. Давайте успокоимся. Мы будем вместе общаться. Я люблю с людьми говорить, общаться. Нужно дискутировать. Но только без злобы, без оскорблений, без личности. Я просто удаляю беспощадно. Давайте просто высказывать точку зрения, искать общий знаменатель уважительных друг другу и думать, как улучшить жизнь в нашем доме. Наш дом, который называется Молдова. Я много езжу, где бы я ни был, но внутри у меня сердце зовет домой Молдова. Поэтому давайте думать о нашей стране, о наших гражданах. Так что по поводу Дадона я все объяснил. Высказал свою точку зрения. Не спешите. Давайте не спешите. Но помните одно. Дадон лжец. Это однозначно. Он лжет, потому что это одна из форм его защиты. Но вы-то не будьте простачками, которые глотаете все подряд. Нужно во всем разбираться спокойно. Логическую цепочку строить. И не пороть горячку. Всем спокойной ночи. Всем здоровья. До встречи. Вот закончу все. Сегодня уже завершающий день. В Румынии и на следующей неделе мы проведем пресс-конференцию, на которой проинформируем наших молдаван, что мы делаем для молдаван на территории Евросоюза. Всем пока. Спокойной ночи всем.